привет как дела сегодня я расскажу вам о том как самому подать заявку на туристическую визу в великобританию из россии изначально скажу о том что подаваться на британскую визу стоит только после того как у вас появится хотя бы одна европейская виза и когда вы по этой визе уже съездите в европу иначе могут отказать такое было уже не раз и поэтому всем рекомендуют до поездки в великобританию съездить хоть раз в европу и получить европейскую визу но не факт могут и дать и без европейской визы правила постоянно меняются поэтому сегодня я расскажу о том как я подавалась вот в этом уже в 2020 году на визу потому что я уже планирую весной поехать в лондон а так последний раз на туристическую я подавала два года назад после того как я окончила один университет и до того как я поехала учиться во второй университет в этот промежуток времени я брала туристическую визу потому что мне надо было порешать кое-какие дела там с продажей дома и так далее что я рекомендую я всегда распечатываю свои последние анкеты которые я заполняла на визу для того чтобы помнить что я писала там очень много информации которую просто можно скопировать с распечатки которые вы заполняли допустим в том году последняя анкета очень сильно помогает мне сэкономить время потому что не надо искать информацию там очень много всяких вопросов которые задают когда вы последний раз были там в европе когда вы последний раз были в юкей и надо отвечать точные даты если у вас с прошлой анкеты что-то не совпадет вы можете не получить визу очень внимательно надо заполнять вот эту анкету которую вы подаете сами если вы не знаете английского языка будет намного проще обратиться в туристическое агентство которое вам заполнит эту анкету за дополнительную плату или вообще которая вам будет организовывать весь весь тур в великобританию но если вы знаете английский язык и можете понять что тут написано и как заполнять на английском этот ролик для тех, кто впервые в жизни едет в Великобританию, ну или те, кто уже подзабыл. Как делать аппликейшн, то есть заявку на британскую визу. Даже для меня в будущем этот ролик будет полезен, мне не надо будет искать в гугле, куда обращаться, на какой сайт заходить и что там писать. Потому что, во-первых, через какое-то время весь этот процесс забывается, а во-вторых, что-то меняется, и тебе надо вспомнить информацию, который ты оперировал в момент подачи на свою прошлую визу в Великобританию. Поэтому в следующий раз, в 2021 году, когда я буду подаваться на визу, я возьму вот эту анкету, посмотрю вот это видео и спокойно заполню каждый пункт в анкете и вспомню сам процесс подачи заявки на визу в Великобритании. Итак, для того, чтобы подать заявку самому, надо зайти на сайт visa-immigration-service.co.uk, где надо зарегистрироваться, вписав свой имейл и также создать свой пароль. Тогда у вас образуется ваша собственная анкета под конкретным номером, который идет под этим полосковым кодом. Когда вы уже заполните всю анкету, вы ее распечатаете, и ваш номер будет вот здесь. Итак, что нужно заполнять для того, чтобы податься на визу? Естественно, когда вы заходите на этот веб-сайт, вам нужно выбрать туристическая виза или виза-визитор. Визитор-виза – это виза, которая дается на посещение друзей и семьи, а также на посещение страны и разных городов Великобритании. Она дается на 6 месяцев, и на данный момент, и чаще всего, она многократная. То есть по ней я часто путешествую второй и третий раз. По этой визе в стране можно оставаться не дольше 180 дней. Но, внимание, если вы указали какие-то конкретные даты, в которые вы едете, а это обязательный пункт в заявке на визу, вам в первую очередь надо соблюсти этот период, который вы указали в анкете, и не задерживаться в стране, надо будет выехать. А дальше уже можно снова заехать и уже оставаться столько, сколько вам захочется. То есть вот на данный момент я, допустим, планирую ехать в марте, и я не знаю, в какие даты я попаду, просто надо указать, там, вы едете в марте, там, с 1 по 31 число. И все, вот в рамках этого периода вам надо въехать в страну и выехать из страны. Желательно. Если вы нарушили, если, допустим, вы не смогли поехать в марте и поехали в апреле, в следующий раз, когда вы будете подавать анкету, вам нужно будет объяснить, почему вы не въехали именно вот в тот период, в который вы заявляли в предыдущей анкете. То есть любые условия, которые вы указываете в анкете, нужно соблюдать. Любые пункты, которые вы вписываете в анкету, должны быть правдивые и иметь под собой основу. Если, допустим, я указала, что я еду и буду проживать у подруги, по ее такому-то адресу, я должна проживать там. Если я в следующий раз скажу, что я жила по другому адресу, уже начнется непонятки в системе и мне могут отказать в визе. То есть все, что вы пишете в анкете, должно быть правдой. Если вы написали неправду и вас на этом поймают, вас выгонят из страны, вас забанят на 10 лет, как минимум, не только в Великобритании, но и в Европе. Хотя сейчас же произошел Brexit и, может быть, в Европе и не забанят. Но все равно будет неприятно, если вы не сможете посетить UK. На второй странице анкеты вы заполняете свою фамилию и имя, пишете, в какие даты вы едете, а также ваши контактные данные. В основном это email. И на третьей странице продолжение адрес, по которому вы проживаете в России, ваши контактные телефоны в России и в UK, если у вас есть телефон в UK. Ну и также адреса, по которым вы, если жили в UK в предыдущий период вашей жизни, адреса, по которым вы жили в UK. Потом идут паспортные данные. Данные о ваших родителях, фамилия, имя, где родился и год рождения. Дальше идет информация о вашей работе. Если вы работаете, вам надо указать сумму, которую вы получаете за год. И также все по вашим счетам. Если у вас есть счет, сберегательный счет, на котором есть деньги, вы можете предоставить эту информацию для иммиграционного офицера, который будет рассматривать вашу заявку. И это будет хорошим подспорьем в пользу положительного результата вашей аппликации на визу. Также тут спрашивают, сколько вы планируете потратить в UK и сколько вы в среднем тратите в России. Ну, они делают такую некую оценку, сколько вам понадобится денег для UK. Пишите, что вы берете с собой больше, чем вы тратите в России. Это очень немаловажный факт, потому что в UK на проживание и на транспорт очень дорогие цены. Поэтому у вас уйдет больше, чем вы тратите в России. По поводу сберегательного счета, желательно не только иметь выписку из банка, сколько у вас на счету лежит, но и также выписку ваших транзакций. То есть, когда я подавалась, допустим, на студенческую визу, я должна была показать не меньше, чем 3 месяца мои транзакции, которые у меня были на счету. И также я должна была иметь определенную сумму на этом счету, которая сохранялась бы в течение 28 последних календарных дней. Но это немножечко другая история, про студенческую визу буду рассказывать. Но я не могу так быстро делать ролики, поэтому я выпускаю то, что мне интересно на данный момент рассказать, и то, что я считаю необходимым. То есть, что происходит нынче в мире и что будет в ближайшее время из мероприятий, так как мой основной контент это про мероприятия в Лондоне. Ну и также я пытаюсь сделать какую-то полезную информацию для туристов. Конечно, мой канал больше был рассчитан на русскую аудиторию, проживающую в Лондоне и в UK. Но я смотрю, много российских граждан подписываются на мой канал и спрашивают абсолютно другую информацию, не ту, которая может быть полезна и которую я знаю для русских граждан, проживающих в UK. Поэтому я стараюсь объединять все запросы и сегодня рассказываю про туристическую визу в Великобританию. После того, как вы заполнили финансовую составляющую вашей анкеты и также заполнили адреса, по которым вы будете жить в Великобритании, вы переходите к следующей стадии, это travel history, история ваших путешествий. Первым делом спрашивают, вы когда-нибудь жили в UK? Вы пишите, да, я жил или не жил. И там спрашивают, там, по-моему, последние три места, где и когда вы жили, то есть даты, определенные даты, с какого по какой. И что вы делали? Вы учились, я вот написала стадии, учились ли, работали ли. Также, естественным вопросом звучит, отказывали ли вам когда-нибудь в визе, депортировали ли вас когда-нибудь из страны, не пропускали ли вас когда-нибудь на границе. Все эти ответы вы пишете. И если ответ да, вам обязательно нужно сделать полное описание, что произошло и почему так произошло. Ну, у меня стоит нет, поэтому мы едем дальше, путешествую в другие страны, которые здесь указаны. Это Австралия, Канада, Новая Зеландия, США, Швейцария и также Европейский Союз. Я из всех этих стран ездила только по Евросоюзу. И вот на следующей странице указывала, по-моему, последние три адреса, куда я выезжала, сколько дней я там находилась и по какой причине я выезжала. В основном это были туристические поездки, и поэтому все у меня здесь указано в качестве туризма. Дальше на следующей странице идут уже другие страны, не входящие в тот список, который я перечислила. И да, я ездила в такие поездки и в Дубай за последние 10 лет, и Египет еще остался, когда я еще в 2010 году ездила, но это был октябрь, а я подавалась в феврале. Поэтому Египет все еще входит в 10 лет этих путешествий. Следующий листочек, это в основном ответ на вопрос, я надеюсь, что он у вас будет нет. Ездили ли вы когда-нибудь в страны, где происходило, происходит война, и принадлежите ли, участвовали ли, или имеете ли вы какое-либо отношение к террористической деятельности? Везде у меня проставлено нет, поэтому едем дальше. Если да, вы должны написать да и писать отдельно, там выпадет такое окошко, специально расшифровку, что именно вы там делали, и кем вы были, и зачем вы туда ездили, и, ну, в общем, все, что касается того вопроса, где вы поставили галочку да. Ну и дальше, на следующей странице вы просто пишете экстра информацию. Я пишу такую информацию, что я путешествую, навестить своих друзей, буду проживать там-то, у меня есть какие-то накопления, я планирую поехать по таким-то городам поездить, планирую посетить такую-то выставку и так далее. То есть все, что вы считаете нужным, чтобы иммиграционный офицер знал, надо писать вот в этой вот экстра информейшн дополнительно. И также к этому экстра информейшн желательно прикладывать подтверждение. Все подтверждения, все справки, все абсолютно надо переводить на английский язык и прикладывать отдельным файлом вот к этой анкете. Но про это я сейчас расскажу. И в конце этой анкеты у вас задается параметр оплаты. 128 долларов стоит на данный момент виза на 6 месяцев в Великобританию. Это 95 фунтов. Кстати, 20 февраля были пересмотрены расценки и расценки остались прежними. Все так же, как и было в прошлом году. В конце самой анкеты вы подписываете декларацию о том, что вы подаете только правдивую информацию, вы несете ответственность за то, что вы написали в этой анкете. Ну и как бы все. На этом анкета заканчивается. И начинается следующий процесс. После того, как вы оплатили подачу заявки на британскую визу, вас перенаправляют в центр, куда вы будете отдавать все свои документы. Этот центр называется TLC-контакт. В России таких центров всего 5. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Новосибирск. Поэтому, если вы из какого-то другого города, выбирайте из этих 5 городов самый ближайший к вам, для того, чтобы вам поехать в тот день, который вы запланируете, и сдать все абсолютно документы, которые вы прилагаете к анкете. Итак, основное ядро, что вы должны приложить к анкете, это справка с места работы, оригинал, если он на русском, плюс перевод на английский. Дальше. Ваш финансовый документ. Это справка с работы, опять же таки, о вашей зарплате. Или это ваш сберегательный счет и те финансы, которые у вас там присутствуют. Естественно, опять же таки, с переводом. Мне в моем банке сделали сразу на английском языке. Плюс к тому, вам надо подтвердить фактически адрес вашего проживания. Я попросила, допустим, свой банк поставить мой адрес проживания в справку о моих финансах, что они мне и сделали. И благополучно выписка с банковского счета, вашего личного счета, если там указан адрес, это действительно в Англии считается подтверждением вашего адреса, по которому вы проживаете. Поэтому отдельного документа я даже не знаю, как подтверждать в России. отдельным документом просто пишу в анкете. Раньше я не подтверждала вообще никак. Там даже пишется, что если вы владеете квартирой, вам надо приложить документ о владении квартирой. Это же как же весь договор переводить? Все же на английском языке должно быть. Поэтому это я не прикладываю. И вот попросила в своем банке, чтобы мне адрес мой фактически вписали в шапку выписки с моего счета. Ну и помимо этого, естественно, паспорт. Паспорт ваших жены, мужа, детей, в общем, всех зависящих от вас родственников, которые едут с вами и которые не едут. Если вы оставляете, допустим, иждивенцев в России и уезжаете, это очень хороший повод дать вам визу, потому что вы обязательно вернетесь обратно, потому что вам важны и нужны ваши дети, а не уедете в UK на постоянное место проживания. В общем, для иммиграционного офицера основное, на что он смотрит, это какие у вас остаются в России дела, ради которых вы должны вернуться обратно. Если у вас таких дел якорей как бы нету в России, это уже повод поискать какие-то подводные камни, а не хочет ли человек уехать туда и остаться там. Поэтому все ваши дети, накопления, дома, которыми вы владеете, это хороший повод для того, чтобы человек, который оценивает вашу заявку, принял положительное решение, и вы поехали в туристическую поездку без каких-либо проблем. Итак, на сайте TLC-контакт вам нужно выбрать дату посещения, когда вы придете сдавать все свои документы в этот вспомогательный офис, который отправляет все документы уже в Москву, где принимается решение по вашей визе. Если вы не сможете сами пройти тот маршрут прикрепления этих документов на этот сайт, если вы не умеете этого делать, лучше вам выбрать платную услугу, которая стоит, по-моему, около 30 фунтов, это где-то 2,5-2,800. Ну, в зависимости от того, какой будет курс фунта на тот момент, когда вы будете подавать заявку. Вам лучше оплатить, чем потом все равно доплачивать, и вы что-нибудь не так сделаете, и вам не выдадут визу, или там вам придется снова подавать заявку и так далее. Если вы не знаете, как это сделать, или вам сложно то, что я дальше буду сейчас объяснять, лучше сразу планируйте на платную подачу заявки. Вам абсолютно все файлы прикрепят уже в самом офисе, куда вы пойдете сдавать все свои документы. Для тех, кто не хочет платить и может сделать это сам, я очень долго искала, как пройти бесплатно эту онлайн-заявку. Оказывается, там, где у них на сайте пишутся абсолютно все платные услуги, там есть внизу такой маленький плюсик, где дальше нажимаешь и уже уходишь в самый конец этой страницы, где написано «self-service», это самообслуживание. И вот там 0 рублей, 0 копеек, все делаешь сам. И просто когда приходишь уже в визовый центр, сдаешь только паспорт и анкету. Итак, какие файлы нужно прикреплять? Это уже вы сами смотрите по своей анкете. Все, что вы написали в анкете, желательно прикреплять. Чаще всего это справка о работе, справка о доходах, выписка со счета, если он у вас есть. Есть билеты сейчас, не нужно бронировать до того, как вы подаетесь на визу. По поводу отеля я не уверена. Я отель не бронирую, я живу у друзей. Поэтому по поводу отеля, по-моему, нужно предоставить документ, по какому адресу и где находится этот отель. Не уверена, нужно ли вам предоставлять этот букинг, конкретно делать этот букинг. Смотрите сами. Ну и там остальные документы, паспорт мужа или жены, детей, свидетельство о рождении, все-все-все, что касается конкретно вашей заявки. Для того, чтобы попасть в этот центр, вам нужно распечатать страницу вашего appointment, то есть посещение, на какое число вы забронировали, на какое время, распечатать первую страницу вашей анкеты и принести паспорт. Если вы уже абсолютно все загрузили на сайт, вам больше ничего не надо, с вас снимут пальчики, биометрию, сфотографируют вас, вы поставите там подпись, то есть снимут оригинал вашей подписи и отпустят вас в Айаси. И через три недели максимум вы получите свою визу, будем надеяться, что получите, и поедете в Лондон или в другой какой-то город, в который вы запланировали ехать в Великобритании. Ну вот как бы в общем это все, что я хотела сказать. Желаю вам удачи в вашей заявке на подачу визы в Великобританию. И увидимся в Лондоне или в каком-то другом городе. Пока на этом все, не прощаюсь с вами, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok